ВВП США в четвертом квартале прошлого года вырос в годовом выражении на 3,3%. Это следует из предварительных данных Министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 2%. Это экономика главная. В студии Татьяна Вершигара. Подводим итоги дня. Спрос на новостройки в 2023 году стал рекордным за все 15 лет введения статистики. А вот средняя сумма в продажах по ДДУ снизилась более чем на 13,5% относительно 2022. Такие данные приводит Росреестр, пишет РБК. Снижение во втором полугодии относительно первого не такое значительное 5%. Средняя стоимость сделки на первичном рынке в Москве составила 14,5 миллионов рублей. Ко второму полугодию 2021 года, период ипотечного бума, средняя стоимость лота снизилась почти на треть, более чем на 5 миллионов рублей. Главная причина такой динамики – переориентация спроса на более компактные квартиры. Самыми ходовыми оказались квартиры с метражом до 38 квадратных метров. Они составили почти 40% всех сделок с новостройками. Такой тренд актуален и в элитном сегменте, сообщают аналитики риэлторской компании White Will. В Яндекс.Недвижимости подсчитали, что средняя площадь студий в новостройках столицы с 2018 года сократилась на 33%. Однушек на 10, двухкомнатных квартир на 24%. При этом спрос, несмотря на высокую ключевую ставку Центробанка, оказался рекордным. Как подчеркивают в Росреестре, покупатели стремились приобрести квартиры по ранее одобренным кредитам с сохранением по ним льготных ставок. Среди других причин эксперты называют ожидание завершения льготных программ и повышения требований к заемщикам. Как рынок будет развиваться дальше, будет зависеть от условий застройщиков и, конечно же, ипотечной ставки, отмечают эксперты. При этом растут и цены на аренду однушек. По прогнозам Риан.Недвижимости, в 2024 в Москве они вырастут на 15%, до 63 тысяч рублей в месяц. Эксперты считают, что причина в общей инфляции в стране. Сейчас просто-напросто огромное количество собственников не готово их дешево сдавать. То есть, к сожалению, из-за инфляции люди смотрят, сколько стоят квартиры и условно говорят, я ее хочу сдавать за 30, за 40, либо за 50 тысяч рублей. Плюс нужно еще понимать, что, скорее всего, в статистике в рамках однокомнатных квартир туда попадают студии. И, соответственно, студии сейчас тоже довольно дорого сдаются. И по итогу мы видим такую общую, наверное, тенденцию, что якобы однушки сильно растут в цене. На мой взгляд, стоимость однокомнатных квартир, она более-менее адекватная. И если говорить февраль, март или апрель, то, скорее всего, все равно будет какое-то снижение, потому что у аренды есть цикличность. Аренда сильно выросла в августе, в сентябре, в октябре 2023 года. Плюс огромное количество людей в целом вернулось в Россию и вернулись вообще из отпусков. Отмечу, что к концу 2023-го количество квартир под аренду столицы сократилось вдвое. А съемное жилье подорожало на 30-40%. Кроме возвращения россиян на родину, к причинам роста цен относят высокий платеж по ипотеке. Сейчас он примерно в два раза выше, чем платеж за аренду. А эксперты опрошенной РБК отмечают, что дисбаланс между покупкой и съемом квартиры сохранится и в этом году. Поэтому арендные ставки продолжат расти. Россия начала проект «Восточная система газоснабжения», сообщил вице-премьер Александр Новак. На первом этапе планируется соединить между собой магистральные газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», а на последующих предусмотрено строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2». Идут работы для строительства газопровода «Белогорск-Хабаровск» протяженностью около 830 км от Амурского газоперерабатывающего завода до врезки в систему магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» в районе Хабаровска. Завершение строительства планируется в 2029 году. Новак также отметил, что экспорт трубопроводного газа в этом году вырастет на 20% до 108 млрд кубометров. Экспорт жиженного природного газа увеличится на 14% до 38 млн тонн. А первые отгрузки завода «Арктик-СПГ-2» начнутся в ближайшее время. В работе и комплекс по производству СПГ возле поселка Усть-Луга. По словам вице-премьера, грузовая навигация на Северном морском пути с этого года станет круглогодичной. Новак подчеркнул, что за 4 года модернизации НПЗ увеличит выпуск бензина на 4 млн тонн, а дизеля на 30 млн. И отметил, что Россия смогла почти в два раза снизить зависимость от импорта в топливно-энергетическом комплексе. Зарубежные хостинг-провайдеры, по данным на январь 2024-го, не подали ни одной заявки на вступление в реестр Роскомнадзора, пишет РБК. Эксперты считают, что причины в политической обстановке и нежелании выполнять требования нового закона. Согласно ему, эти компании обязаны открывать в России представительство, если они оказывают услуги местным пользователям. В январе уже были выписаны штрафы за несоблюдение закона на 367 млн. рублей. После 1 февраля организациям, которые не зарегистрируются, и вовсе будет запрещено работать в России. То есть доступ к сайтам, которые обслуживаются у этих провайдеров, могут заблокировать. В Роскомнадзоре на сегодня зарегистрированы 266 провайдеров и еще 44 заявки рассматриваются. Впрочем, аналитики отмечают, большинство крупных и средних клиентов за последние два года перешли на российские мощности. А для госкорпораций и компаний с госучастием Минцифра установила сроки перехода на отечественный софт до 2025 года. Турецкий Центробанк поднял ключевую ставку в восьмой раз подряд до 45% годовых. Это новый рекорд за 21 год. При этом регулятор заявил, что ястребиный настрой сохранится до тех пор, пока месячная инфляция не покажет устойчивого снижения и инфляционные ожидания не совпадут с прогнозами самого ЦБ. Но необходимого пика ставка уже достигла. Такое решение рынок ожидал, а вот по поводу того, что будет дальше, аналитики не пришли к единому мнению, пишет Bloomberg. По оттенкам самого агентства, после достижения пика по ставке регулятор может начать активно использовать другие инструменты для проведения своей ДКП. Но ставку будут держать на уровне 45% в течение трех кварталов. К концу 2024-го она окажется на уровне 40%. В Morgan Stanley и Goldman Sachs тоже ожидают снижения во второй половине года. А вот в JP Morgan ожидают более длительного удержания ставки на одном уровне и даже не исключают дальнейшего ее повышения. Другие эксперты полагают, что эффект от ставки стал заметен только сейчас. Ставка в Турции росла вслед за инфляцией последние полгода. Но особенно ее первые шаги в целях ужесточения были явно недостаточными, что отражалось на слабости курса турецкой валюты. Напомню, что в декабре инфляция ускорилась почти до 65%. В самом Цитробанке Турции ранее ожидали, что к маю она достигнет 75%, а к концу 2024-го снизится более чем вдвое. Но это старые прогнозы. Обновленные опубликуют через две недели. Китайские автоконцерны уничтожат большинство других автомобильных компаний в мире. Об этом заявил глава Тесла Илон Маск на созвоне с аналитиками после публикации отчетности за четвертый квартал 2023 года, пишет Рейтер. Оказалось, что китайская BYD обогнала Теслу и стала мировым лидером по продажам электромобилей. Миллиардер считает, что китайский автопром наиболее конкурентно способен и будет иметь, цитата, «значительный успех за пределами Китая, в зависимости от того, какие тарифы или торговые барьеры будут установлены». Если не будет никаких торговых барьеров, они в значительной степени уничтожат большинство других автомобильных компаний в мире. По данным Wall Street Journal, в последние три месяца 2023-го BYD продала 526 тысяч электрокаров. Результаты Теслы скромнее на 40 тысяч машин. Главным драйвером для китайского производителя стал местный рынок КНР. Машины BYD также возглавили рейтинги продаж в Таиланде и близких к этому на рынках Австралии и Израиля, отмечает издание. О том, что Тесла утратит лидерство в отрасли, еще в декабре писал Bloomberg. Агентство подчеркило, что китайский автоконцерн пока уступает американской компании по многим ключевым показателям, включая выручку, прибыль и рыночную капитализацию. Но и здесь разрыв может вскоре сократиться. Рост Теслы с каждым годом все скромнее. В 2023-м выручка компании увеличилась всего на 3% в четвертом квартале. Операционная прибыль в минусе на 47%. Тесла отстала от запланированного роста поставок на 12%. К этой минуте у меня все. А я напоминаю, что у нас есть YouTube-канал РБК Инвестиции. Там вы найдете все выпуски экономики «Главное» и не только. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте, мы все читаем. Оставайтесь в курсе событий вместе с РБК.